Дневной разворот Я не считаю, наверное, с 1 июля 2010 года Да, поздравляем Спасибо Работы много, работа не уменьшается У нас такая первая тема весьма непростая и острая На днях сообщили СМИ при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области Состоялось заседание рабочей группы, где поднималась трагичная непростая тема Это детские суициды И поводом для этого, собственно, стала ситуация Сама ситуация, обострение, статистика говорит сама за себя Вообще рабочая группа была, давайте, если брать о истории возникновения Это постоянно действующая рабочая группа при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области По профилактике суицидов среди несовершеннолетних Она создана 3 года назад Когда у нас ситуация, скажем так, была очень серьезная У нас был, отмечался такой рост завершенных суицидов И на тот момент мы собрали всех людей, которые в этой сфере работают То есть в составе рабочей группы у нас представители всех профильных ведомств Это здравоохранение, образование, социалка У нас в рабочей группе следственный комитет На заседании присутствует всегда прокуратура У нас есть представители общественной палаты Главный внештатный детский психиатр Ирина Васильевна Бочарова И ряд других специалистов Мы начали с того, что самая первая проблема, которая была на тот момент Это отсутствие единого подхода к статистике, к данным Что такое суицид несовершенный Что такое попытка, считать ли это попыткой суицида Или это несчастный случай Механизм обмена данных Потому что на первом заседании рабочей группы у нас была статистика Допустим, МВД, Следственный комитет здравоохранения абсолютно разные И за это время рабочие группы выработали целый пакет документов Это, очень кратко скажу, механизм обменной информации То есть алгоритм действий, по которому эта информация передается И от кого к кому идет информация, что делать И на наш взгляд, очень серьезные вещи, которые появились впервые Это понятие муниципальных антикризисных групп И областной антикризисных групп То есть это такое собрание лучших специалистов Каждой в своей отрасли Для работы с каждым случаем Ну, в первую очередь, незавершенного суицида Когда ребенок остался жив, как сделать так, чтобы Эта попытка суицида не повторилась Не дай бог, она не завершилась В кавычках Успешно Вот, и с того времени у нас каждый ребенок Совершивший попытку суицида Проходит через главного внештатного детского психиатра Областного, значит, чего раньше не было Ну, вот это вкратце, да И у нас этот пакет документов полный Был направлен на институт сербского Он прошел экспертизу И у нас получено заключение Что его можно использовать для работы всех ведомств И у нас получилось заключение прокуратуры О том, что, опять же, мы можем работать Значит, потому что Ну, один из моментов был Это у нас Знаете, закон о защите персональных данных Да, вот В ряде регионов это не работало Там формулировка подобных документов Была следующая Там В случае получения согласия законных представителей Значит, там, ребенка Эта информация передавалась дальше Вот И что нужно было делать В том случае, если Причина попытки суицида ребенка Ну, например, законные представители Что делать То есть в семье коренится Да Проблема То есть А ведь пока не начать работать Не выяснится причина Что делать, если законных представителей рядом нет Например, ребенок приехал к бабушке Что делать, если законные представители Как это бывает В состоянии неадекватном Но просто пьяные То есть ждать два дня И после этого получать согласие И после этого начинать передавать информацию После этого Или не получать его вовсе Да И, значит, после этого Выстраивать алгоритм работы Что нужно делать И так далее И так далее То есть мы были первым регионом В котором У нас вот эта формулировка исчезла После получения Согласия В какое время это произошло Это было два года назад Два с половиной уже Закон о персональных данных Вообще очень много вопросов Там много, да Но вот сейчас Мы этот пакет документов Разослали коллегам В другие регионы Нашими документами Уже пользуются Ряд других регионов Потому что мы уже получили В частности заключение Институции Сербского Да То есть его второй раз Не нужно Это уровень там федеральный Вот И опять же Ну опять же То, что с нами согласилась Наша прокуратура Это является основанием Для того, чтобы регионе Прийти к своим Сказать Вот смотрите Вот это работает Давайте тогда просто Прямо сейчас скажем Что теперь Как только что-то такое происходит Вы имеете право Безотлагательно Оперативно Оперативно работают Сейчас по каждому случаю Каждый случай становится известен Всем ведомствам Которые в этом участвуют И начинается немедленно Отработка этой ситуации То есть если И там очень много направлений То есть Если выясняется Что эта попытка Там связана Ну скажем С системой образования Начинается немедленно Отработка системы образования В частности Там не было бы Не были факта Жестокого обращения В школе Там в образовательной организации Если это Не дай бог Попытка Ну коллективная Да У нас Не было Но этот случай Тоже предусмотрен То есть подключаются специалисты Опять же Ставится вопрос В каком районе Это произошло И есть ли профильные специалисты В этом районе Если нет То экстренные специалисты Берутся Из состава Антикризисных групп Ну допустим Областной То есть сейчас Идет очень Быстрая Очень серьезная Моментальная Практически Отработка Каждого случая То есть Не дожидается Этот случай Ваш Там только Медицинский Или нет Тут надо Образование Или социалка То есть Здесь Начинается На самом деле Межведомственная работа Мулицепольная группа Во всех В районах присутствует Да Во всех Но при этом Значит Мы Смотрели Какого специалиста Можно куда прикрепить Если есть сильные Там Специалисты Социалки Вот это То Мы говорим Что Значит За вами Закрепляется Вот такая Территория Такое Поселение Несмотря на то Что такая Успешная работа Была проведена За два года Тем не менее Статистика За текущий год За начало Текущего года Она просто страшная 17 попыток И 4 Привели к смерти Да Значит Мы говорили Давайте сравним С прошлым годом В прошлом году В прошлом году У нас было По Всему году У нас было 24 незавершенных И 2 завершенных То есть Мы сейчас Горим Опять Обучение Завершенных Суицидов А Антикризисная Группа Была Создана Как раз Для работы С незавершенными Суицидами Потому что Ну Завершенный Суицид Это уже Работа Простите Соответствующих Органов Там уже Работать Дальше По По Рецидиву Не приходится К сожалению Да Вот Наша задача Была В первую очередь Выяснить Причины Там Всех Незавершенных Как сделать Так Чтобы ребенок Получил Мгновенно Полный Объем Помощи Для того Чтобы это Состояние Снять И для того Чтобы Это не повторилось Вот у нас Повторных Случаев По Тем детям Которые Были Отработаны Их не было Я считаю Что это Ну Серьезный Шаг Перед Эти дети Эти дети Которые В прошлом году 22 ребенка С которыми Проходила Работа И которые Слава богу Живы На данный момент Они Как вообще Дальше Курируются Они Встают Куда-то На учет Их Сколько лет Патронируют Специалисты Вообще Значит По оценке Психиатров Которые Говорили Даже если Ребенок Говорит О том Что это Было Демонстративно Шантажное Поведение То есть Он и не собирался Просто Привлекал Внимание И кстати В огромном Количестве Случаев Это именно Так Другими Способами Не получается Обратить Внимание Ну да А че Внимание Привлекает Чаще всего Конечно Родители Чаще всего Родители Недостаток Внимания То есть Даже если В школе То это Все равно Недостаток Внимания И проблем Ребенка Которые У него Есть Допустим Не именно Дома В квартире А в школе Это все равно Привлечение Внимания Близких Людей Рядом Вот И Сигнализация О том Что у ребенка Есть проблемы Вот И Вот Да Выясняется Эта проблема Что с ним Ребенка Ставит на учет Да И Значит В тех Случаях Да Вот Даже если В случае Демонстративно Шестажного Поведения То нам Сказали Что Ребенок Минимум Должен Даться Еще полтора Года Для того Чтобы Убедиться Чтобы Психиатр Могут Убедиться Что Это состояние У него Не было И Что Оно Снято То есть Вот Эта работа Должна Проводиться Конечно Ребенок Будет Находиться Под Постоянным Наблюдением И контролем То есть Как это происходит Есть какая-то Периодичность Когда он должен Посещать Специалист И Специалист Приходит Домой Или На нейтральную Территорию Сейчас Прервемся Нам нужно На одну минуту Прерваться И это Очень важно Рассказать Как Все Устроено Продолжаем Разговор С Владимиром Шабардиным Уполномоченным По правам Ребенка В Кировской Области Вопросы Профилактики Подростковых Суицидов Обсудили В Кировской Области Мы Сейчас Разбираем Ситуацию За последние Три года А в частности Сейчас Попытки И две Завершенные А в этом году Напоминаю Уже За истекший Период 17 попыток Четыре Из которых Привели К смерти Так вот До перерыва Мы остановились На моменте Когда Сопровождение Начинается Сопровождение Ребенка У которого Была попытка Он Слава Богу Жив Подключаются Специалисты И мы С Володей Спрашивали Как именно Как именно Специалисты С какой Частотой Где они Встречаются Все зависит От конкретной Ситуации От принятия Решений Допустим Муниципальной Антикризисной Группы Какие Специалисты Должны Для дальнейшего Работы С ребенком На уровне Муниципальной Группы Это решается Да Значит И Если Допустим Мнение Психиатров Психиатры Могут Продолжать Работу Только Согласие Законных Представителей Если Не они Были Причиной Этого Вот Значит То Согласие Родителей Работает Психиатра Дальше Продолжает Ребенок Наблюдается Далее Если Есть Рекомендация Психолога Опять же Значит По Нормализации Семейных Отношений То Прикрепляется Психолог К семье Ну да К семье То есть И Бесплатно Объясняется Значит Когда С какой Периодичностью Можно работать Но дальше Возникает Да Света Я понимаю Что ты хочешь Спросить Наверное Дальше Все зависит От родителей То есть Потому что Вы же сказали Вы же сказали Что в основном Ситуация Вот эта Складывается Внутри семьи Да И здесь Нужно Все-таки Очень Работа Серьезная Предстоит По Донесению До родителей А Серьезности Значит Ситуации Даже Если родители Говорят Нет Это было Демонстративно Ничего Он не собирался Понимание О том Что Это Может повториться О том Что Если вот Сейчас Не изменятся Там Те пункты Которые На которых У ребенка Там Вот Возникли Затруднения Или проблемы Да То Дальше Ситуация Может только Усугубиться Есть Некоторые Родители Которые Не совсем Оценивают Серьезность Я приведу Пример Два года Назад У нас В Котельническом Районе Был суицид Завершенный Значит И девочка Тогда Это еще До появления Вот этой волны Групп смерти На тот момент Были Различные суицидальные Группы Вот мы смотрели Значит Она состояла В интернете В интернете Да В одной из групп Она состояла Ввела переписку Все То есть Там был завершенный Суицид То есть Факт уже состоялся Вместе с ней состоялись Состояли в этой группе Значит Еще несколько девочек Ее подружек Одноклассники И так далее Они ввели переписку Они продолжали переписываться Ну там Комментарии оставлять С ней В том числе Уже после похорон Смерти И так далее То есть Ну это страшные вещи И при этом удивительная ситуация Когда вот Обратились Там Для помощи К родителям Вот этих девочек Которые шли дальше По цепочке То есть Там была очень четкая И очень жесткая Как бы вот такое Говорит А наши-то не такие То есть Вот та была вот такая А наши-то не такие С нашими Такого никогда Не может Быть не может Несмотря на то Что им была показана Переписка Им была показана Группа там Скриншоты Все это Там очень четко Нет Вы знаете Вы нам говорите О вещах Которые там Никогда Не могут То есть Какие нужны еще Вот это говорят родители Это говорят родители Детей Которые идут дальше По цепочке То есть Какие еще аргументы Нужно приводить Это самая большая проблема, Владимир Валерьевич, работы с родителями, потому что во всех таких ситуациях, которые приводят к детей к подобным поступкам или к другим изменениям поведения, очень многие родители не признают своей роли в этом, им очень тяжело это принять. И вопрос работы с ребенком более-менее понятен. А как же внедриться тогда в семью? У нас ведь нет никакой законодательной базы под это. Это тебе не американские социальные службы, которые все берут под контроль? Нет, конечно, нет у нас незаконодательного внедрения в семью. По сути, в таких ситуациях должна быть жестко зафиксированная законом процедура, что происходит. Мы к этому идем как-то? Предложения какие-то вырабатываются? У нас сейчас все, что изменение в законодательстве, это все-таки больше связано с работой, если говорить по интернету, это с запрещением вот этих... То есть пока идут по социальному группам? Да, да. А вот эти вещи пока не разбираются. Хорошо, но давайте, это отдельная тема, очень большая, широкая, ее нужно специалистами тоже обсуждать. Давайте тогда по группам суицида. А можно все-таки задать еще вопрос? Владимир Владимирович, мы в общих чертах как-то можем описать семьи, в которых происходят такие вещи, да? Очень разное. Не можем. Выделить как-то, но мы не можем. Нельзя сказать, что это неблагополучные только и исключительно. Нельзя, абсолютно нельзя. Это не связано с достатком, социальным статусом. Это есть и там, где неполные семьи. Есть у нас в одном случае это ребенок из приемной семьи. Это есть семьи очень внешне там со стороны успешные, с достатком и так далее. То есть, абсолютно нет такой четкой уже категории, что вот так. Единственное, что можно сказать, характеристика не семьи, а детям, да, вот. И по прошлым годам мы отмечали, что очень многие из этих детей в социальных сетях состояли в группах там аутодеструктивных, прокоренные сознания на тот момент было, вот еще до синих китов и прочих, да. Все-таки были. У многих из этих детей стояли аватарки, там, ножи, кровь и так далее, так далее, так далее. Почему? Ну, да, то есть дети на самом деле признаки обозначали. То есть, они какие-то там знаки-то давали. И у ряда этих детей эти профили были абсолютно открыты. То есть, если бы родитель, ну, хоть раз зашел в интернет, там, посмотрел, ну, не влезая в переписку, не прочитывая там все это, но примерно посмотрел, что делается, наверное, там, первый звоночек для родителей, вот он был, прозвучал тогда. А возраст? Кто в группе риск? Ну, вот. По возрасту? Опять же, вот на протяжении вот этих лет, это очень разное, у нас в этом году завершенные суициды, это все 16-17 лет. Три года назад у нас был ребенок 10-летний, поэтому говорить о том, что только вот эта категория. То есть, изначально лет 5 назад мы говорили, что все-таки это подростки неразделенная любовь. Там вот возраст, там, ну, 15-16-17, то есть сейчас есть 12-14, ну, вот, завершенные как-то вот. И они связаны с интернетом? Часть, ряд из них, можно говорить, абсолютно точно уже связаны. В частности, вот, по мнению Следственного комитета, мы обсуждали вот как минимум один из четырех случаев абсолютно точно связан с группами смерти. Скажите, пожалуйста, об изменении в статье 110 Уголовного кодекса, что эти изменения несут за собой и как принимались? Ну, вообще, принималось это на редкость, вот я хочу сказать, достаточно оперативно. Потому что у нас был закон о защите детей от информации, помните, такой вступил. Вот, его приняли, а вступил он в действие через два года только после принятия. То есть здесь достаточно оперативно. И у нас, значит, кроме 110, я сейчас еще одну статью упомяну, но в первую очередь 110 доведение до самоубийства. То есть это статья, которая была самая проблемная, с которой было очень сложно работать ввиду вот этих, ну, социальных сетей. Поэтому Следственный комитет там возбуждал дела, у нас были возбуждены, но довести до... Разваливалось, да? Очень сложно, да. То есть здесь у нас в 110 появилась формулировка, там, вторая Д, в публичном выступлении, доведение, значит, публично демонстрирующем произведение в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет. Это первое. Второе, значит, срок до 8 лет. То есть это, по мнению, опять же, Следственного комитета, фактически развязало руки, и сейчас есть инструмент для работы. Это доведение до самоубийства или покушение на самоубийство. Второе есть 110.1. Это склонение к совершению самоубийства или содействие к совершению самоубийства. Здесь то же самое появилась формулировка, значит, связанная с интернетом. И 110.2. Это организация деятельной, направленной на побуждение к совершению самоубийства. То же самое появились формулировки, связанные с интернетом. Поэтому вот здесь четко уже появились моменты для работы следователей. А кто автором, инициатором этих поправок был? Госдума принимала эти предложения. Они вообще витали в воздухе на протяжении последних, ну, как минимум, двух лет. Я помню, вы сколько раз нам в докладах своих представляли. Мы тоже самое говорили о том, что, ну, мы, в частности, о том, что нужно внесить изменения. То есть институт детских уполномоченных, он тоже, видимо, сыграл роль. В том числе, да. Я думаю, что да. Вот. Вместе с тем, параллельно, эта статья, как бы, она на фоне 110-й, немножко в тени находится, но появилась очень серьезная, 151.2, статья, которая имеет отношение к проблемам детских суицидов, травматизма и так далее. Это вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних. Вот когда мы говорим о новых опасных играх, таких как «Беги или умри», «Зацеппинг», значит, или «Руфинг», или еще что-то такое. «Беги или умри», я думаю, что? «Беги или умри» — это такая новая игра, которая в ряде регионов тебе нужно быстро побежать перед быстро идущим транспортом. Ты должен успеть, поэтому так и называется. То есть вот фактически... В общем, это все подпадает. Это подпадает. То есть если что-то появится новое, то вот уже вот эта статья есть. И это тоже очень важно, потому что там речь идет о склонении к самоубийству. То есть здесь, если бы оставалось только 110-е, то есть в случае вот таких опасных игр, когда тебе говорят «Так, давай, побежал», 110-ю применить невозможно, потому что он не говорил там «Умри», «Успей». То есть формулировка «Да», например, там «Успей» или что-то сложить. То есть здесь вот эти все игры, они заведомо опасны для ребенка. У них очень высокая там доля или процент возможного летального исхода. То есть сейчас есть статья, значит, очень серьезная, очень реальная там в уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность за подобные вещи. Какова ответственность? Это очень серьезная. Но если, значит, в части, в первой, да, это штраф от 50 до 80 тысяч рублей или размер заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо из прав работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительной работой на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. За какие? За группы по суициду? Вот. Нет-нет-нет. Это за опасные игры. А это применение? Штраф? И общественной работы этого достаточно? Значит, ну... Ваше личное мнение? Ну, по 151-й? Ну, хотя бы начали с этого. Ну, если мы говорим про группы смерти и про суициды, там уже... Там серьезные... До 8 лет. Там до 8 лет. Причем это от 5 до 8, то есть минимальный там 5. Далее, там, где склонение к совершению или содействие к совершению самоубийства, вот иди-ка, я знаю, где взять там, не знаю, там... Не поясняйте. Да, вот это, вот это, вот это, да. Значит, там лишение свободы до 2 лет, ну, помимо остальных. Вот. А там, где организация деятельности направлена на побуждение к совершению самоубийства, то там лишение свободы до срок до 6 лет. Эти санкции применимы к несовершеннолетним? Там с какого возраста уголовная ответственность? К самим несовершеннолетним? Ну, вот вы сейчас то, что вы сейчас озвучили, к организаторам. Нет, это касается организаторов. А давайте просто уточним, что среди организаторов, которых сейчас уже... Нет, среди организаторов тоже несовершеннолетние. Которые сейчас уже, например, были выявлены и взяты, там, насколько я помню, несовершеннолетних не было. Нет, не было. Ясно. Дальше, реклама, да, небольшая, нам нужно обязательно сходить на нее, мы скоро продолжим. Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Шабардиным, уполномоченным по правам ребенка в нашем регионе. У нас первая половина-то уже близится к завершению, а мы еще опрос не озвучили, Светлана. Давай все-таки его озвучим. Не зря же старалась наша редактор. Граничить доступ детей в интернет на законодательном уровне нужно. Там слишком много того, что не для детских глаз. Не нужно, родители сами справятся. На сайте хакера.ру пока что 100% ответишь. Говорят, что не нужно, родители справятся сами. За этот вариант на нашей странице ВКонтакте 65%. Ну, большинство. Давай спросим мнение нашего гостя. Владимир Валерьевич, нужно ли... На законодательном прям уровне доступ в интернет ограничивать. Потому что там много вредной информации. Еще и наказывать родителей за то, что они не контролируют своего ребенка. Нет, вот если... Знаете, есть опасность крайности всегда. То есть запретить все. То есть, возможно, люди, которые говорят, нужно ли законодательно ограничивать, понимают то, что там полностью отключить интернет и запретить детям пользоваться. Но, во-первых, это технически невозможно. Мы приводили примеры, например, на одном из форумов по интернет-безопасности. И, значит, был приведен пример. Как бы, я не знаю, правда или неправда, но мне объяснили, вы в курсе, что там в Китае фейсбука нет. Вот. Но при этом... Законодательно запрещен. Законодательно запрещен, да. Но при этом там куча китайцев, очень многие китайцы в фейсбуке сидят. Просто их называют там не... Лао Цзи там, а... Иван Иванович Иванов. Иван Иванович Иванов, да. То есть вот как пример. Точно так же, когда здесь говорится о том, что там несовершеннолетние, да, там кто-то говорил, что нужно, чтобы регистрация в социальных сетях была там... По паспорту. По паспорту. То есть с 14 лет, да. То есть, ну кто мешает зарегистрировать, ну, кому-то другому, или написать, что мне там 14 уже есть, а не понятно, что 10. То, что нужно родителям объяснять, что регистрируя сами своего ребенка в социальной сети, а многие делают так, они сами заводят аккаунт там в 5-6-7 лет ребенку, и говорят, вот, общайтесь, работайте. Надо объяснять родителям, что помимо там блага вы ребенку даете еще и очень серьезные там проблемы, по большому счету, которые могут быть связаны с тем, что вы, собственно говоря, инструменты дали ему некий для общения, а как им пользоваться, вы до конца не объяснили, что к ним могут прийти и другие люди, не его сверстники, а начать общаться там не в том ключе, не в том духе и так далее. Потом многие говорят о том, что нужно все-таки регулировать продажу сим-карт. То есть сейчас можно сим-карту купить в переходе где-то, вот, и при, скажем так, легальной продаже уже сам родитель может установить ограничение своему ребенку на пользование определенными там сервисами. То есть вот в этой части. Естественно, нужно более, наверное, все-таки вот если говорить о регулировании, как это произошло в случае с телевидением, например, да, когда, опять же, этот закон защитить детей от информации, когда у нас перестали появляться там очень жесткие анонсы ночных программ во время утренних там детских передач, например, да, врезка там, что будет вечером, а вечером будет фильм там «Чужой», например, да. Вот. Это не самый страшный фильм. Ну, хорошо, хорошо. Он ни к чему такому не склоняет. Ну, какая-нибудь резня бензопилой. Вот другие шоу всякие разные черни на телевидении. Это да, утром, которые рекламируются. Другие шоу мне сейчас уже в моем возрасте смотреть страшно, вот какие-то там ужасно, какие-то просто неинтересно, да. Это как раз говорит о том, что нам нужно создавать, и вот мы об этом много говорили, альтернативный контент. То есть просто запретить детям там что-то нельзя, нужно создавать альтернативу. И один из примеров, я, по-моему, приводил уже в вас, значит, у меня коллега из Иркутской области приводила, значит, там у них ребята, которые занимаются там, ну, студенты, такие хорошие волонтеры, они создают альтернативные, позитивные квесты в интернете. То есть с такими же, с выполнением... — В тех же самых соцгруппах, в социальных сетях. — Да, в тех же социальных сетях, вот, для того, чтобы создать там больше информационное пространство, позитивное, для того, чтобы, понимаете, когда вот ребенок заходит, да, и вот тут одни назидания, да, веди себя хорошо, делай вот это, тут какая-то картинка, а тут альтернатива ему дается, значит, какая-то жесткая депрессивная группа, но вместе с тем, значит, ты порезал себе, там, руку, не дай бог, тебе наклеечку прислали там, значит, пошел следующий этап, тебе еще какую-то там наградку отметили. — Это вы сейчас про плохие группы делаете. — Про плохие группы, да. Вот, а когда рядом с этим прилетают еще 3-4 позитивных группы, где, в принципе, ты можешь получить такую же там наклеечку, только, ну, за позитивный контент там, вот, то у ребенка уже есть выбор, уже выбор, который там ему интересен. — И это работает. — И это работает. — Вопрос, кому, каким создателям нужен этот контент, кто платить за это будет? — Ну, это вопрос, ну, вопрос... — Ну, волонтеры же раньше сказали. — Волонтеры же есть, у нас есть ребята, которые понимают всю опасность и сами пытаются создавать, ну, что-то подобное. Другое дело, то, что это должно поддерживаться, это должны быть в том числе, там, грантовые программы, не... — Опять же, госполитика. — Опять же, госполитика, абсолютно четко, да, абсолютно нужно признать то, что у нас сейчас недостаточный уровень альтернативного контента, позитивного, об этом сейчас уже говорится, первое. Второе, то, что у нас недостаточно количества бесплатной секции, кружков и так далее. — На мой взгляд, в первую очередь, надо детей выводить из дома. Пусть они общаются с жеными людьми. — Куда ребёнок мог бы пойти заниматься. — Которые в случае чего могут сказать тёте Маше и дяде Пете родителям, что вы знаете, что-то у Васеньки не так, надо присмотреться. А если Васенька сидит всю жизнь в интернете и родители видят только его спину, то, конечно. — Ну, вот у нас... Пример могу привести. В прошлом году, как раз, и в ежегодном докладе есть, проблему у ребёнка увидела его наставник в кружке доп. образования. О том, что у девочки есть проблемы в интернете. — А доп. образование в наших школах сейчас оптимизируется, как мы знаем? — Ну, его в школах, как такового, уже там практически не остаётся. — Не остаётся. — Это доп. образование, которое у нас на базе дворцов домов творчества остаётся. Но, к сожалению, даже если говорить о спортивных секциях, количество их явно недостаточно. Ну, недостаточно. Техническое оснащение недостаточно. То есть, когда мы видим, какая сумма уходит на одного футболиста, то мы понимаем, что на эту же сумму можно было содержать... — Хоккеиста. — Хоккеиста. — У нас хоккей более успешен, на мой взгляд, чем футбол, поэтому я привожу пример. — Особенно с мячом. — Вот. Я понимаю, что на эти средства можно было бы содержать несколько спортивных школ. Давайте мы не будем покупать очередного футболиста из-за рубежа для какой-то команды, не сборной. А на эти средства откроем несколько секций, нормально будем поддерживать. Нормальные средства для зарплаты тренеров и людей, которые работают с детьми. — Вот у нас остается буквально очень мало времени. Мне бы хотелось все-таки вернуться к тому, с чего мы начали. Это что случилось в этом году? Почему кратное увеличение количества попыток и смертей? — В чем специфика? — Ну, нам причины еще предстоит выяснить, на самом деле. Почему вот суммарно и в этот отрезок сложилось. Это абсолютно разные дети из разных районов. Там не было связи друг с другом. Это случилось фактически в течение двух-трех недель. Вот период один. — Фактически одновременно. — Ну, практически, да. То есть это или то, что это весенний период, или так сложились обстоятельства, потому что мы смотрели там разные случаи. Разные у всех. И все-таки как сделать так, чтобы признаки проблемы у ребенка обнаруживались раньше. Потому что, ну, как минимум, в двух случаях там были явные признаки того, ну, предыдущих сигналы, в том числе родителям, о том, что у ребенка есть проблемы и есть определенное настроение. И, видимо, всерьез никто не придал этому значения. То есть сейчас... — В семье, в первую очередь, не придали значения? — Да. — Мы сейчас сказать не можем, что произошло. Пока анализ еще не проведен. И я думаю, что это не работа недели и даже месяца. И еще в последние там три минуты я тут вижу, что Юрий Александрович Балыбердин высказался. Это председатель комиссии законодательного собрания Киросковской области по регламенту и депутатской этике. Он сказал, что детям и подросткам в школах должны говорить о том, что нет ничего важнее их жизни, что те, кто провоцирует их на совершение самоубийства, преступники. Вести эту профилактику должны не только родители, но и педагоги, вожатые в детских и загородных лагерях. Также необходимо подключить к данной работе высшие учебные заиньки Киросковской области. У меня вопрос в этом отношении. Насколько это может быть реализовано и насколько это может быть эффективно? Я объясню ситуацию. Юрий Александрович сказал это после посещения, как раз после того, как он нас побывал на заседании рабочей группы. Его пригласили. Несколько конкретных предложений мы с ним уже обсудили. Поскольку он депутат, мы обсудили, что можно направить отсюда предложение от нашего ЗАГС Собрания на федеральный уровень. В частности, были предложения о внесении изменений в закон об образовании. То есть у нас сейчас в законе об образовании у нас есть такое понятие, что охрана здоровья включает в себя профилактику запрещения курения, алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, наркотических веществ, адурманий и так далее. А есть еще психическое здоровье? Про профилактики самоубийств нигде не предусмотрено. Никак. То есть вот у нас нет... У нас много чего не предусмотрено. У нас мальчик побитый из лагеря приезжает, а нам тут объясняют руководство лагеря, что не обязаны, а не оказывается, и ребенка за руку везти в медпункт и сообщать родителям. Бывает и такое. У нас нет сейчас в критерии оценки школ, например, наличия и отсутствия психологов. Нет этого просто. Это ваша больная тема. Или заключенного договора, а это тоже наше предложение, как бы есть, или заключенного договора со специальной психологической службой. В том числе наше предложение было о создании межшкольных психологических центров, раз мы не можем в каждой школе это сделать. И оно было озвучено уже на совещании УГФИ. Министерство образования подтвердило, что они нас услышали. И они в этом направлении работают. То есть я очень надеюсь, что вот эти межшкольные психологические службы у нас появятся. И то, что Юрий Александрович сказал по поводу вузов, у нас есть предложение, было у него предложение ко мне встретиться осенью с советом ректоров вузов, у нас есть такое, эту проблему обсудить для более качественной подготовки специалистов, работающих в этом направлении с детьми. То есть мы осенью совместно с ним на совете ректоров. Все это решается в рамках одного взятого отдельно региона Кировской области. То, что вы сейчас озвучиваете. Это не какая-то федеральная программа, это ваши усилия. Это наша инициатива. Если они получат реализацию дальше, мы будем только это приветствовать Радам, но мы считаем, что нам нужно начать хотя бы с себя, раз федеральный уровень долго раскачивается. Давайте начнем хотя бы с чего-то здесь. Спасибо большое. за пояснение. Владимир Шабардин уполномочен по правам ребенка в Кировской области. Мы будем следить, конечно же, и освещать эту тему подробно, так как мы это делали весь предыдущий период. Сейчас первый час заканчивается. В эфире будут новости, тематические программы и реклама. А во втором часе мы перейдем к другой совершенно теме и будем говорить о культуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин